Юлия, раскройте мне секрет, как молодой маме. Как вы умудряетесь блистать везде и повсюду, имея крошку сына и при этом все успевает. Так замечательно выглядеть и реализовывать себя в творчестве. Когда вы успеваете выспаться, я не думала, что он не концертный. Ведь недосып – это главный враг голоса. И как вам удалось сохранить такую потрясающую фигуру? По поводу выглядеть это макияж. Ну и улыбка, естественно. Когда после бессонной ночи ты видишь утром, как он тебе улыбается, то ты улыбаешься ему в ответ, и, наверное, цвет лица возвращается, румянец возвращается именно в этот момент. Успеваю. Ну я обычно всегда все успеваю. То есть успевать – это мой конек. Быть всегда вовремя. Я уже даже смеялась по этому поводу, что у нас за качество отвечает в коллективе ВАУ. Чтобы все было качественно, красиво, правильно. А за время и за то, чтобы все было вовремя, отвечаю я. В общем, получается вовремя и качественно. По поводу фигуры. Не могу сказать, что я на 100% довольна. Не могу сказать, что есть время сейчас заниматься фигурой. Но я просто не позволяла себе лишнего во время беременности. Это неправда, что нужно есть за двоих, что перенапрягаться нельзя, но заниматься какими-то физическими нагрузками необходимо. И такими нагрузками для меня были концерты полуторачасовые, которые я давала до седьмого месяца беременности. То есть это хороший фитнес очень. Вот поэтому, наверное, я набрала всего. То есть сейчас у меня плюс 2 килограмма от того веса, который у меня был. Скоро буду с этими килограммами бороться. Интересуется Анна. Юля, здравствуйте. Я живу в России, давно слежу за вашим творчеством. Знаю, что в России у вас тоже много фанатов. Скажите, пожалуйста, планируете ли вы когда-нибудь устроить тур по России? Мы вас очень ждем. Спасибо большое. Да, действительно, я знаю, что в России нас ждут. Пока что у нас не планируются концерты в России. И когда они будут, тоже неизвестно. Слава Богу, что есть интернет, и мы можем с вами видеться, и любители нашей музыки могут хотя бы таким образом присоединиться к нам, к нашему творчеству. Я надеюсь, что вскоре что-то изменится. Спрашиваю Таня. Юля, как вы относитесь к татуировкам? Не планируете ли себе что-то нарисовать на тене? Ну, я себе дала обещание в честь рождения сына что-то себе набить. Я действительно хочу татуировку, чтобы она была символичной. Скорее всего, это будут какие-то птицы. Потому что вот сын мой ассоциируется у меня с птенчиком, которого я сейчас взращиваю. Но потом он все-таки улетит из моего гнездышка и будет периодически возвращаться за советом ко мне обратно. На сегодняшний день мы в поисках идеальной студии звуководства. Идеального микрофона. Да, мы добиваемся качественного саунда, но это происходит, к сожалению, не быстро. То есть иногда сведение наших треков занимает месяц-два. То есть Вау очень внимательно к этому относится. И ездит на студию через день поправлять звуки. Я думаю, что наступит время, когда мы сможем выделить определенные финансы. И опять-таки время на то, чтобы поехать в тот же Лондон или в Швецию. Там тоже очень хорошая студия звукозаписи. И записать там несколько треков. Но это нужно делать именно мастеринг, например, на расстоянии, когда ты из Украины отправляешь трек на мастеринг за границу. Не работает. Это мы уже пробовали. Получается не так качественно. То есть туда нужно ехать. И так же, как над нашими специалистами нужно сидеть, так же и там нужно быть рядом. Поэтому это наша мечта, которая обязательно сбудется. Интересуется Владимир. Многие ценители вашей музыки и качественного звука хотели бы иметь возможность приобрести ваши песни в лос-лес качестве. Предоставите ли вы эту возможность? Спасибо. Я не знаю, предоставили ли мы эту возможность. Но мы об этом не говорили и не думали пока. Я задам этот вопрос Валу. Отпишусь вам позже. Следующий вопрос. Юля, привет, солнечная Одесса. Какие сны тебе в последнее время снятся? И придаешь ли ты им значение? Не было ли еще вещего сна о победе на отборе? Сны не снятся вообще. Наверное, я так сильно хочу спать, что я просто не замечаю, как я закрываю глаза и открываю их уже, в общем, когда получится. Поэтому нет. Сны не снятся. Сны будут сниться, наверное, через год, я надеюсь. Здравствуйте, Юлия. Прежде всего хочу поблагодарить вас за ваше творчество. Каждая ваша песня и клип настоящий шедевр. Вы вдохновляете и делаете счастливыми сотни тысяч. Как вы справляетесь с волнением перед выходом на сцену? И, конечно, очень интересно узнать, как проходит подготовка к финалу национального отбора на Евровидение. Для меня очень важно перед самим выходом на сцену побыть какое-то количество времени в одиночестве, чтобы сосредоточиться, настроиться, подумать о смысле тех песен, которые я исполняю. А по поводу подготовки, она состоит из нескольких этапов. Я готовлюсь вокально исполнять композицию. Композиция очень сложная. Вокалисты меня поймут. Мы шьем костюмы. Уже разработан номер совместно с телеканалом. Заказаны определенные детали технически. Не буду раскрывать весь смысл нашего номера. Но это будет достаточно технологичный номер. Тут либо пан, либо пропал. Если все сработает, даже в техническом плане, то это будет очень красивый номер. И если не сработает, то будет полный провал. Поэтому я молюсь, чтобы все сработало и всем понравился наш номер. Спрашивает Алина, будете ли планировать концерт в Сумах? Очень-очень ждем вас. Егор. Мы планируем концерт в Сумах. Егор – это наш менеджер, который со мной сидит. Я думаю, в тех краях доведен в этом году. В этом году, да. То есть это значит, что весна уже, я знаю, расписана. То есть это значит, что это может быть лето, либо осень уже. Скажите, пожалуйста, о вашем самом запоминающемся дне в жизни. Спасибо. Господи, у меня сейчас интервью будет реально посвящено материнству. Я чувствую. Ну, правда, просто когда появляется малыш, наверное, это перекрывает абсолютно все в эмоциональном плане. Ну, это, конечно, да, это рождение ребенка. Потому что это невероятное счастье. И ты не понимаешь, как это вообще происходит. И как природа и так вообще придумана. Осмыслить это мозгами невозможно. Это можно только почувствовать. И, наверное, это и самое большое потрясение. Приятное потрясение в жизни. Если вы програвите Вильбирг, вы будете поднявать заявку в наступных раках, интересуется Александр. Ну, могу сказать, что, наверное, это будет зависеть от того, будет ли у нас песня подходящая, в которой мы будем не просто песня для концертов, да, а там, а крепкий сингл. Если такой крепкий сингл появится, потому что писать как-то на заказ я не умею, вот, к сожалению. Вот иногда хочется, вот сяду-ка я, напишу песню для Евровизия, чтобы там порвалось. Не получается. То есть, если такая песня родится, и если в этом году телеканал, да, достойно повезет, ну, вот все будет хорошо, в общем, все, что обещано, будет исполнено и так далее, и так далее, то, наверное, да, я считаю, что в этом году отбор, по крайней мере, проведен на очень высоком уровне. Я очень довольна нашим участием в отборе. Пишет Александр. Вы надзвещай на крути. Как вам песня Джамала, 19.44? Значит, спасибо. Вы надзвещай на крути. Песня Джамала вначале, она мне не зашла, когда я ее слушала в аудиозаписи. Но, когда я увидела Джана сцене с этой песней, живьем, с ее энергетикой, мне очень понравилось. Я сразу ей об этом сказала. Мурашки по коже. Ну, в общем, все вот переживания, которые она вкладывала, они мне передались, и я потом напевала эту песню, ходила. У нас такое было, Алла Верде, я говорю, мне понравилась очень твоя песня, я ее напевала, она говорит, а мне твоя песня очень понравилась. Ну, то есть, как-то так произошло, мы действительно обменялись комплиментами. Правда, очень хорошая песня, очень стильная. Пишет Алиса. Доброе время не суток, вы подали заявку на отбор Евровидения 2016, а смотрели ли вы сами этот песенный конкурс когда-нибудь? Были ли у вас фавориты? Удачи в финале, Россия болеет за вас. Спасибо. Я смотрела, не могу сказать, что все, каждый год я смотрела, но я смотрела, мне запомнилась Лорин с песней «Euphoria». Вот какая-то она была особенная, не такая, как все. Вот, а, ну, к сожалению, да, запоминаются в основном только победители, а те просто участники не запоминаются. Вот в этом, наверное, такой небольшой минус есть. То есть нужно победить, чтобы запомнить все. Все. Продолжение следует...